Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. Глава первая сложна у нас, да, значит? Мы можем с вами вызвать сержанта, наверное. Мы сразимся по старинке, никаких теневых приемов, только грубая сила. Остановись, сержанта, ты был мне как сын. Ну что ж, без теневых ударов я, в принципе, согласен. Что, на мечах будем или на ножах? На чем будем драться, сержантик? Раунд первый. Ага, у тебя, значит, молотый. Понятно, давайте приступим. Ага. Слушайте, ну, судя по тому, как он разбирается, он ватный. Я думаю, никаких проблем у меня не будет с прохождением его. Так. Ну, ладно, ладно, хорошо, бросок сделал. Довольный, сияет, наверное, радостный, блин. А вот я тебе... Хе-хе. На-ка, выкуси. Получи. А, еще разок. Ага. Получи еще разок. Так, ну что, давайте его, наверное, добивать уже. Хорош с ним тютюкаться-то здесь, да? Последний удар. Пум, по хребту. Хе-хе. Ну, я думаю, что три победы такими темпами мы быстренько с вами сделаем. Ты не покинешь эту арену живьем. Сфера станет моей, и тогда мне не нужны будут армия. Я сам стану армией. Да, что... О, не понял. Это что такое? Он же сказал, что не... Че ты делаешь? Зашибись, да? Фига. Да ну, хорош. Ты же сказал, без теневых ударов. Нифига себе. На-ка. Да че так... Слушайте, я не врублюсь. Че надо тут делать-то? А ну-ка, выкуси. Ага, шипы свои высылал. Хрен тебе. Ну, в принципе, такой же ватный, не считая того, что он может использовать теневые удары. Да вот это че за фигня-то? Как тут бороться-то? Просто взял, подошел, по башке лупанул, и нормально. Я даже не знаю, че на это ответить, ребят. Это жесть какая-то. Во-первых, нечестно. Во-вторых, я не пойму, че надо сделать. Он на меня идет стеной. Я ничего не могу сделать с ним. Просто подходит ко... О, смотрите, он здесь только отходить. Ну. Ага. Значит, есть все-таки у него предел его ходьбы. Ладно, будем это знать. Ну, а в основном он вата. Так, тихо-тихо, не попадаемся. Блин, а теневой удар его не берет. Здорово. Да куда ты тут расправился, кузнечик, а? В общем... О, йо-йо-йо-йо-йо-йо-й. Эть! Мне ничего не сделать. Жесть какая-то, а? Я считаю, что это несправедливо, ребят. Я ничего не могу сделать. Не схватить его, не проскочить. Все, идет как танк на меня. Бум! И убивает. Подлец. По-честному, по старинке. В рукопашку. Наговорил там в три короба, блин. Еще я глушил. Не-е-е-е. Я не знаю. Тут вот... Ну, это... Ну, это нереально. Хе! Здорово просто. Нет, может быть, конечно, есть какой-то способ. Просто я его еще пока не знаю. В данный момент он меня просто кумарит, как сосунка. Все, добивает, да? Ну, не так так сейчас добьет. И ничего тут не поможет мне уже. Все, пошел стеной опять. Да. Ладно, ребята, мне, наверное, придется брать тайм-аут. Пока не вижу никакого варианта его победить. Увидимся чуть-чуть попозже. Ну, что, ребята, давайте попробуем. Хрен знает, сколько я с ним уже дрался. Ну, надеюсь, получится. Хрен тебе. Ай! Так. Ребята, в общем, здесь такая фишка. Тактика у него. Когда он становится теневиком и идет на тебя, главное, чтобы было свободное пространство для отхода. Так, черт, ты подери, зажимает гад. Где отсюда? Когда он у нас в этом обличии, мы его проходим, как обычного человека. То есть, абсолютно никаких проблем нету. Просто валим его и все. Да успокойся ты уже, сержант. А вот когда он становится теневиком, там, конечно, нужно все рассчитывать, ребята. Практически, как и в драке с Гизма. Так, все, пора его добивать, ребята. Так, и... Ай, не успел укол сделать. Да что такое? Что-то разлюхарился-то, я не понял, а? Нифига он разбуянился, блин. Достал уже, а? Вот так. Все, добиваем. Ладно, ребят... Ты смотри, блин, он встал в блок. Все, добили мы его броском. Ну, это все легкотня была. Самая жесть будет сейчас, когда он становится теневиком. Сколько же ты мне нервов-то потрепал, а? Так, так. Блин. Главное не упустить тот момент, когда он идет на вас. Вот, вот. Отходим, 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 ребята, отходим. Все, ловим. Как можно больше наносим ему дамага. И, естественно, откидываем его туда, дальше к стенке. Тихо, тихо, прет, 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 прет. А, не успел. Вот, ребят, вот этот самый главный момент, как говорится, прочухать, когда он идет или будет идти. Вот так вот. Ага. А, блин, и вот эти вот удары. Ну, от них, ребят, никуда не денешься. Так уж здесь придумано. Ну, зато вот после этого всего надо как можно по максимуму. Ай-яй-яй-яй. Черт подери. Нет, нифига не получается у меня. Без полезняк. Опять он меня нагрел, а? Гнида. Ребят, на самом деле, он столько нервов вымотал у меня уже вообще, не знаю. Начинает. Ага, хрен тебе. Иди отсюда. Так, идет, идет, идет. Ну, сматывайся. Отлично, успели. Вот, блин, ну что же укол-то не получилось сделать ему, а? Вот, вот, вот так вот. Только хочешь сказать, что вот так вот надо делать. На тебе, начинается веселуха, блин. Ты заколебал уже на самом-то деле. Оу, сейчас поймает. Опять он меня огрел, а? О, пошло дело, кажись. Вот так вот надо, ребятушки, чтобы он не успевал очухаться. Так, сейчас будет, наверное, стяной идти, нет? Пока нет. Вот, 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 блин, я... Оу. Отлично. Фух. Так, второй раунд за мной. Ребята, еще один бой надо победить. Ой, аж в город пересохло. Чтобы нам его пройти. Оу, пошел, пошел стеной. Черт подерь, а? Ну, тут никогда не узнаешь, когда он будет идти. А стоять где-то вдалеке и наблюдать, это тоже не вариант, ребята. Тут надо нахрапом. Еще раз говорю, как можно больше наносить ему дамага. Ага, идет, 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 идет. Сейчас он... Оп, после этого можно атаковать. Вот так вот. Черт подери, да ты заколебал бросать свои дубинки. На-ка. В ответочку, блин. Давай, 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 рычаг родной. Ай, блин. Ай, фигня какая-то. Ага, только хотел молотый свои бросить. Говнюк. Чуть-чуть осталось. Тихо, тихо, это мы переждем, ребята, переждем. Атакуем. Еще один удар. Есть. Есть. Наконец-то этот гнида сдох, блин. Е-мое, дрянь. Не желаешь принять достойную смерть, но тебя все равно ждет трибунал. Тебе не удалось ничего добиться. Мне удалось вырваться. Нам надо бежать, пока они не опомнились. В столице нас встретят. А там уже и до дворца недалеко. Фуууу, наконец-то я прошел этого сержанта. И уровень мы получаем, ребята. Фух. Сколько же я с ним боев дрался, а? Ё-моё. Наверное, в два раза больше, чем с Гизма. Получаем куртку скаута. Перк, шиновка. Шлем кочевника. Укрепленный шлем. Ага. Все, да? Фух. Экипировка. Что-то новенькое, что ли, нам дали? Ага. Смотрите, куртка скаута. Давайте, конечно же, одевать. По-моему, у меня уже такая была. Хе-хе. Так, нам хватает на один пак, ребятушки. Давайте откроем. Нифига, он уже полторы тысячи стоит. Так, редкий. Глава 2. Что нам отсюда выпадет? Нунчаки. Деревянный посох. Так, укрепление для шлема. Расшитый костюм. И еще раз костюм. Хм. Нунчаки и посох. Это хорошо. Тем более, нунчаки. Да и посох тоже лучше, чем даже мой меч. Это интересно. Давайте-ка посмотрим. Ох, 172. К атаке. Хе-хе. Слушайте, ну это, я так понимаю, как копье, наверное, действует, да? Глава 2. Нормально. Ну что, наверное, продолжим. Глава 2. Династия. Мастер Галлен, у нас мало времени. Этот легионер спас меня. Он тот, кто нам нужен. Надо сделать так, чтобы его не нашли. Хм. Интересно. Джун, девочка моя. Как я соскучился. Все, что скажешь. Твоего бойца мы для начала переоденем. Я научу тебя движениям, которые помогут не выделяться на фоне народа династии. Ты сойдешь за одного из нас. Это у нас мастер Галлен. Новый дом. Пройти тренировку Галлена. С удовольствием. Ух ты. Ух ты, какой я стал. Так, отлично. Ну-ка, дайте ко мне. Ух ты, у меня совсем новый стиль, ребята. Да что ж такое-то. Ой, для меня это так непривычно. Ух ты. Ничего себе. Ха-ха. Блин, и музыка. Какая же тут музыка, ребята, а. Просто заслушаться можно. Так, отлично. Эть, не пробил. Хе-хе. Ну, он какой-то легкий, этот мастер Галлен. Видимо, так должно быть. Так, у нас с ним раунд второй. Блин, все-таки, вот я смотрю, да, как игрушки, как вот эту игру сделали красиво для андроид-системы. Вообще, просто, как она оптимизирована, не подтормаживает, ничего. Вообще, просто классно. Ух ты, ух ты, ух ты. Что мне? О, вот такой удар у меня теневой, ребята. Довольно неплохой. И отнимает очень много хп у врага. Так, отлично. Я прошел этого мастера Галлена. Что он мне дальше посоветует? Мастер Галлен, нам надо незаметно попасть во дворец. Кто может нам помочь в этом деле? Помочь вам сможет только кузнец Линк. Когда-то на службе мы тайно пользовались порталами, которые он делал. Нам еще нужно во дворец, оказывается, попасть. Ага. Так, мы приближаемся к пятому уровню и получаем Динджата. Повязочка. Кимоно ученика и град. Перк. Деревянный посох. Ух ты, 189 он уже у меня стал. Так, довольно неплохо, я считаю. Задания нет пока. Угу. Экипировочку. Слушайте, а если я, например, надену... Ну, неохота. Я просто не знаю, влияет ли на скорость атаки вот это вот все. Потому что вот кимоно ученика. Хрен его знает. Может быть там сет какой-нибудь. И они в паре работают намного лучше, чем у меня в разнобойку все идет. Ладно, давайте, наверное, мы с вами приступим к главе второй. Здравствуй, Линк. Галлен сказал, что ты можешь незаметно перенести нас во дворец с помощью теневого портала. Джун, ты вернулась. Ты ведь знаешь, что раньше по указу императора меня охраняли гвардейцы. Недавно их отозвали. Я помогу вам попасть во дворец, если вы защитите меня от тех, кто хочет забрать у меня теневую энергию силой. Кузница Линга. Разберитесь с вестником-новичком. Мне кажется, это будет расплюнуть. Блин, прикольно, таверна такая. Ух ты, у него сай. Курьер Линга. А ну-ка, курьерушка, иди сюда. Смотри, ох ты. Нифига у меня посох-то гнется. Так, отлично. Да я думаю, я его разберу без проблем. Вот так вот. Он уже практически готов. И добивочный... Эй, промахнулась. Блин, какая же музыка здесь, а? Ах, класс игруха просто. Так, второй раунд, ребята. Ну, я думаю, что я его смогу победить все-таки. Так. Ай, нагрел меня пинком. А? Как тебе, подсечка моя? Да что ж такое-то? Что ж за непруга-то? Ого. Ничего себе, он тут теневик. Вот так вот. И обземельку. На, получи, блин. Курьер Линга. Ух. Довольно неплохо, да? Прям в задницу уколол у меня своей сайи, а? Хе-хе. Так, ребятушки, все, хорош с ним тут рассусоливаться. Добиваем его. Ну, хотел сказать, на, получи, блин. Ну, сейчас он получит свое. Это точно, я вам говорю. Да ты достал уже тыкать своими сайами. Слушайте, что-то тут как-то не айс у меня получается. Хе-хе. Еще проиграю сейчас ему. На. Нет, все-таки мы одержали победу. Фух. Пока, курьер. А не придут еще, но если вы разберетесь с этой шкалотой, то я смогу отдать вам столько теневой энергии, сколько нужно. Ммм. Вот это заманчиво. Я разузнаю их адрес, когда этот их боец придет в себя, и обязательно вам сразу же сообщу. Ага, понятно. Значит, впереди нас ждут еще не одни сотни боев. Так, мы получаем с вами деньги. Почти 400 золотых. Ммм, смотрите какие шмотки, а. Новый перк, кимоно ученика. Продолжить, конечно же. Экипировочка. Блин, мне так охота одеть что-нибудь такое новенькое. И в то же время я прекрасно понимаю, что оно слабенькое. Это у нас династия. А это легион. Видите? О, можно град. Это у нас перк из четырех ударов. Хм, посохом. Надо будет обязательно это все дело испытать. Так, ну что, наверное, продолжаем мы с вами, да, ребята? Главу в два сложно. Я хотел познакомить тебя еще кое с кем. Мой лучший ученик. Он... Учитель. Я прошу поединка с легионером. Я не могу допустить его присутствия здесь. Проигравший покинет школу. Ты используешь право вызова лучшего ученика только из-за того, что он легионер? Сян-Зы, я не могу тебе отказать, но... Я ухожу. Сюжет. Сложно. Победите Сян-Зы. Ну ладно. Что, он в рукопашку, что ли? Смотри, какой смелый парень-то, а? Так. А вот так вот, как тебе? Ага, отлично, началось. Где-то я уже эти спецприемы видел, блин. Так. Побаляйся маленько. На-ка, выкуси. Я тоже, как говорится, не пальцем деланный. Вот так вот, блин. Опа, опа. Посох хорошо бьет. Тихо, тихо. Вот мне не нравится его на теневая вот эта вот фигня. Оу, отлично. Слушайте, по-моему, первая победа будет за мной. Хе-хе-хе. И... Бум! Огрели. Отлично. А мне понравилось. Хм. Прикольно. Так, раунд второй у нас. Надеюсь, так же будет все просто и легко. Я порхаю, как бабочка, но жалю, как пчела. На-ка, выкуси. Хе-хе. Опа. Опа, оп. Да, посох этот замечательный. Особенно так хорошо гнется. Хе-хе-хе. Вот ты зря, конечно, прыгнул, братишка. Ты че, не знаешь, что ли? Я хоть и легионер, но... Дам фору таким, как вы. Сотни. Добиваем его. Блин. Как только я говорю добиваем, начинается какая-то херня. Творится. Вот так вот. Прям в скулу ему зарядил. Ну что, уходи из школы. Я ухожу сам. Турнир 100 школ совсем скоро. На нем мы и сможем окончательно все выяснить. Ага, значит мы с ним еще встретимся. Сян-Зы должен стать моим фаворитом на этом турнире. Но теперь эта роль достается тебе. Теперь нам надо Клингу. Наверняка он уже узнал адрес школы железных клювов. Ё-моё, еще и школа железных клювов будет здесь, а? И как всегда, нам наверняка придется драться с их главарем. Больше, чем уверен. Блин, все-таки какая отпадная игруха, а? Как сделано хорошо. Так, перки. Калибри. Редкий спецприем. Ну а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующей серии. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!